и сегодня на канале вас ждет как вы уже поняли рождественский влог поэтому приятного просмотра вот эти пальмы очень по калифорнийски выглядят и мы приехали в старбакс смотрите какой красивый старбакс мы просто обычно в последнее время все где-то в таргетах везде ценник разный я предполагаю вот где-то такая независимая копейня здесь ценник пониже а когда она приурочена каким-нибудь торговым центром или там таргетом или каким-то магазином там повыше немножко в общем раз у нас влог массу конечно же мы решили приехать в самое такое рождественское место это ярмарка елок и прикол в том что мы искали вообще рандом ярмарку приехали именно в ту в которой мы были в прошлый раз и я вам снимал оттуда блог масс и я снова взяла уже главный атрибут конечно же это рождественский кофе и знаете в 20 сколько сегодня градусов 27 градусную где-то жару пить ход напиток это конечно сильно блять сегодня даже не пасмурно и нет дождя как в прошлый раз поэтому очень жарко такие маленькие по 40 баксов очень удобно было бы взять мы походили сейчас посмотрели в этот раз не было так атмосферно потому что как я вам уже говорила погода в этот раз другая плюс мы приехали пол четвертого уже вот и никого здесь не было типа кроме нас и поэтому вокруг нас этот чувак ходил и было как-то не очень так неловко снимать не собирались ничего покупать по ценам особо елки не изменили за два года вот первый раз мы были на ярмарке на этой два года назад маленькая три-четыре фута это где-то порядка метра стоит от 40 долларов плюс упаковка стрижка под стиркой так и чаюха ну выйдет там баксов может быть там не знаю шестьдесят пять чем выше систем дороже средняя там 5-6 футов она стоит 85 долларов 6-7 футов 125 и так далее вообще мы спросили у чувака в основном люди берут 26 7 футов это вот среднячок вот они стоят от 125 долларов поэтому все мы построили ценник не изменился еще также прикольно мило но говорю сегодня как-то мало народу мы особо не снимали потому что с нами прям ходили да и солнечно очень солнечно и жарко я-то еще горячий кофе пью в прошлом году вот так около дороги вы просто едете крисмас 3 и вот такие палаточные крисмасы я вам уже показывала эту локацию не вот это конкретно а туда куда я иду это город в городе ладырдейл байзи си там есть пирс там есть пляж красивая елка много барчиков ресторанчиков так что я иду сейчас туда смотрите крисмас елка мы здесь вовы часто гуляли вот в этой кафешке мы тоже несколько раз ели вот тот самый пирс шикарный и кстати вечером здесь все фонарь как будет если мы сегодня вечером приедем сюда то я еще обязательно посниму покажу знаете во форте лоттердейл снова ни одного намека вообще на осень ну хотя сейчас вообще зима а тут даже на осень это в кисями например там хотя бы некоторые деревья были желтые даже листья валялись здесь же мы сейчас вот едем по улицам и там все так зелено то есть блин охренеть зима когда я думаю в фильмах видели такие локации когда детей приводят сажата клинки к санте и вот они в основном в торговых центрах здесь есть там расписание да я думаю это бесплатно все не доходы может так ты и платный по воскресеньям 12 теперь им так что да это действительно не вымысел у них вот в торговых центрах стоят вот такие вот локации где сидит санта тискает ваших детей за деньги мы с вами приехали в лодердейл байзе си снова потому что я хотел бы его вечернем этот город посмотреть потому что очень красиво у них украшено все вечером светится ведь это самое праздничное кафе которая когда-либо видео настолько до украшена да мы тут убедли я уже тоже днем рассказывала тут елка взяли мороженки ваше предположение сколько вышло за три шарика дохуя так считайте 17 баксов один шарик стоит 6 60 ну тогда мы счет такса чаюха вот она все и прилипла а еще в прошлый раз мы слова очень сильно удивились увидев вот такие фонари и не тут абсолютно везде вообще вот в этой эре именно такие знаете как слышно да там еще четыре пять моделей даже больше вот с такими фонарами сейчас пока ехали видео не знаем почему они такие красные они и они не греют у нас просто теперь в номере он показывал есть греющая такая лампочка жесть реально как слышали что же мы приехали в другой тусовочный район в форт латтердейле он находится центре форт латтердейл и вы ничего не услышите но мы здесь пили вот такие огромные коктейли и уже как это я здесь немало это уже традиция брать вот такие большие коктейли джамбо коктейли поэтому мы снова взяли пиноколаду а в прошлый раз мы тоже пиноколаду брали сверху ром он не менее плотный а поэтому сверху осаживается вернее более плотный а да вернее менее да и привода вся жижа на внизу амбром вот короче мы заказали еще пиццу и вот в этом кафе на самом деле на берегу вот здесь мы уже были а я не помню двадцать первым или двадцатом году на перед дождик начался и закончился мы только все американцы конечно очень сильно готовятся к рождеству поэтому когда мы сюда приехали еще получается в ноябре тут уже все было украшено в магазинах продавалась к рождеству а так как сейчас декабрь то соответственно еще больше стало всего в магазинах и еще больше стало везде украшений в этом влоге вам конечно тут показываю украшения домов его час немножко посниму что в магазинах сколько вообще всего продается для рождества то есть вот видите только заходишь в магазин и здесь сразу все christmas декор вообще различные штуки которые для дома для улицы и помимо этого еще очень много christmas сладостей и этого только я показываю вам один магазин и так абсолютно в каждом как и так короче во все поездки когда под рождество в общем ходим сейчас по улочкам и ищем украшенные домики потому что я это все делаю во влог масс скорее всего вы сейчас как раз смотрите в лог масс пойдем скорее обычно отвратительные лампочки какие ужасные в общем как будто в этом году гораздо меньше украшено домов не с таким размахом как раньше но чувствуется кризис чувствуется закрывает ну да я не вижу и и Ребята пришли, здесь имитация Рождества Христова, вот один в американских фильмах, тут такой, не больше, маркетплейс, там поет хор, живая музыка, круто. Еще там есть инсталляция, как это, Креста, рождение Креста. Круто. Вот за донейшн. Поставку просто сниму, покружись там немножко, но никак я, да не, ты меня бесишь, ладно, все, пойдем. Трун-трун-трун-трун-трун-трун. Продолжение следует... Продолжение следует...